Привет, ребята, с вами Даша, вы на канале Дарья Библиарий, и я снова прибежала к вам с прочитанными книгами. В этом выпуске книг будет всего три, технически четыре, потому что одна из книг это комикс, и он поделен на две части, на два тома. Но по обложке вы уже все поняли, никакой интриги, так что я сразу приступаю к рассказу. Начать я хочу с Дарины Стрельченко, которая написала свою книгу о Зооколице и Тьма, и подарила этим самым мне совершенно незабываемые эмоции. Книга, про которую мне хотелось писать как можно чаще, рассказывать про какие-то маленькие детальки, нюансики. Но я честно старалась сдерживаться, чтобы это не стало похоже на Околица спам. Удивительная книга, удивительный случай, тот случай, когда я влюбилась в текст с первой строчки, я вам сейчас сразу зачитаю, я уже об этом даже писала. Больше такую хлипку и не бери. Оглядывая покойницу, покачал головой Кощей. Соплей поди перешибла. Возможно, чтеться из меня не очень, и мы бы прочитали с другой интонацией. В моей голове реплика Кощей звучит намного-намного харизматичнее, но так как я не самый талантливый чтец в мире, работаем с тем, что есть. Я весьма-весьма падкая на эти первые строчки книжные, когда что-то креативное проскальзывает. Какая-то авторская изюминка сразу становится видна, когда тебе дается в одной строчке, в двух строчках какой-то объем информации. И скорее всего, да, ты не поймешь по этой первой строчке характер всего произведения, но если уж случается зацепка, то все это любовь. А за околицы тьма это фэнтезийная история, и она основана на удмуртском фольклоре. И мне очень нравится, что у истории такой ярко выраженный диалект. Это невозможно не заметить, невозможно не почувствовать. И по именам собственным, и по описаниям какого-нибудь быта, традиций, даже ругательства на удмуртском, это все играет на колорит истории. Я даже сама себя в какой-то момент ощущала исследователем нового, по сути, для меня языка. Я несколько раз, немного на самом деле, но слышала, что о за околицы тьма тяжело дается. Возможно, из-за сказительности и как раз-таки из-за диалектности. Но я также надеюсь, что своим рассказом я смогу вас убедить, хотя бы попробовать эту историю и понять уже, для вас она написана или не для вас. Ставлю сотню большинству, и эта история придется по вкусу. Главная героиня, Ирина, появляется перед нами, чуть ли не свалившись с неба. И, что очень важно, остальные герои в этот момент находятся, ну, скажем, в некотором стрессе. Ирина попадает примехонько к бабе-яге Абыди. И на самом деле мы понимаем, что это судьба, это какое-то предназначение. По тексту это становится очевидно прямо сразу. Конечно же, в появлении Ирины есть некая загадка. И нам кажется, что старая, мудрая, опытная Яга действительно понимает, что перед ней появляется ее настоящая преемница. Но на самом деле в конце книги, и это такой спойлер-крючок для вас, Абыда признается, что даже для ее понимания само явление вот этой Ирины too much. Конечно же, в самом начале Ирина очень напугана, и она даже дополнительно просит Абыду не пугать ее. Но так как о заколице тьма, я бы сказала, роман взросления, все со временем изменится. Постепенно, с опытом. И этот опыт, эти знания для Ирины не будут чем-то легким. Тут надо понимать, что мы читаем фольклорное произведение, которое пытается уловить баланс между современным видением и, скажем так, неадаптированным вариантом фольклора. Как-то все это вместе увязать и преподнести читателю, чтобы было интересно. Мой вердикт, получилось все идеалити. Магия в книге настоящая. Это вам не просто махание палочкой со звездочками. И, конечно, мы понимаем, что такая магия, что опыт, что вот этот навык быть хранительницей, он не дается просто так. И читатель, проходя вместе с Ириной весь этот путь, наблюдая за ней, понимает, что Ирина пусть не идеальная, пусть не ученица-отличница, но зато в ней есть характер, в ней есть стержень, там невооруженным глазом угадываются силы, воля. И самое главное, что я для себя отметила, готовность рисковать. Если говорить отдельно о фольклорности, то текст этим, ну, просто насыщен. Я уже повторяюсь, это и быт, и какие-то ритуалы, и лексика. И знаете, если бы в книге на некоторых поворотах было бы легче и не так страшно, я бы с удовольствием ввела «За околицы тьма» в школьную программу, ну, хотя бы в рамках внеклассного чтения, хотя бы в рамках изучения родного края, его культуры, его истории. Это же очень круто, по сути, на развлекательной литературе показывать, какая у нас страна разнообразная и замечательная. Я редко говорю про оформление книг, но тут у меня просто нет шанса не сказать. Я делаю вам подсъемку, и вы учтите, что я-то читала в электронке, а у вас есть шанс купить эту книгу, почувствовать текстуру страничек, посмотреть все эти узоры, ну, буквально вот вблизи. В общем, ребятки, дикий рекомендацион тем, кто любит фэнтези, кто любит славянские мотивы, фольклорные мотивы. Сейчас это в тренде, я прекрасно понимаю. Но с Трельченко я вам зуб даю просто самородок. Это не стоит пропускать, это невозможно пропустить. Все ссылки на книгу, на авторскую группу обязательно будут внизу в описании под видео. Ну, а мы переходим дальше. И следующая книга точно такой же «Восторг». Это совершенно другое произведение, но оно вышло, кстати, в том же издательстве, где вышла «За околица тьма». Это издательство «Питер», «Питер фэнтези». И сейчас речь, конечно же, пойдет про Екатерину Шабнову, и ее книгу «Двери открываются». Кто читает мои книжные соцсети, вы знаете, что я потрескалась в книгу по обложке. На мой вкус обложка выглядит просто, но очень емкая, и чем-то она меня интуитивно цепляет, что мне хочется эту книгу скорее взять в руки и прочитать. Даром, что я уже все прочитала. Опять же, в электронке, но у вас есть возможность приобрести книгу в бумаге, и я вам советую это сделать именно в бумаге, потому что внутри есть иллюстрации, внутри есть вот эти маленькие классные детальки. Просто потрясающее оформление. Дико довольна осталась. Я люблю сравнивать, я люблю подтягивать разные настроенческие ниточки от других каких-то произведений, получать такое полотно, что ли, мультикультурное. И в данном случае я считаю, что книга несет какие-то около лавкрафтовские, иногда около кинговские вайбы. Двери открываются, уж обновы получились как-то прямо на стыке магического реализма и фэнтези. Я не очень люблю магический реализм, я к нему, точнее, отношусь настороженно и не всегда читаю, но здесь это такое попадание в цель. И ладно бы я одна думала, но несколько авторитетных для меня мнений говорят то же самое. Так что, ребята, да, я с вами в одной восторженной лодке. С чего там все начинается? Начинается с того, что главная героиня Уля хочет кофе. Ну вот прям как я сейчас. За кофе нужно спуститься на несколько этажей вниз, Уля берет свою кружку и идет к лифту. Нажимает кнопку, двери закрываются, лифт начинает двигаться вниз, плюс едет, 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 и все еще едет, и едет. И вот тут мне интересно, в какой момент запаниковали бы вы в такой ситуации? Потому что я бы запаниковала моментально, как только поняла, что лифт не остановился по какому-то моему внутреннему лимиту времени. Все, у меня бы началась паника, я бы там, наверное, в обморок упала. Реакция Ули – это что-то с чем-то. Я считаю, что она просто какая-то супергероиня. И весь фокус в том, что она не делает ничего сверхъестественного. Она просто пытается понять. Я бы не пыталась, честно, я паникер. Мы проводим с героиней максимально большое количество времени вместе, мы наблюдаем за ней неотрывно. Мне, например, хватило времени понять, что к таким людям, к таким героям, к таким характерам я испытываю колоссальную симпатию. Это такое интересное для меня сочетание всего в человеке и внешности, и каких-то поведенческих особенностей, и мыслей, ее рефлексия на определенные события. Я понимаю, что где-то я среагировала бы так же, или подумала бы так же. И даже если в каких-то моментах я, может быть, с Улей не согласилась бы, потому что у меня другой характер, все равно мне ее реакции понятны и приятны. Вас, конечно же, беспокоит вопрос, когда-нибудь этот лифт остановится. Да, я даю вам такой спойлерный крючок. Двери откроются. То, что мы с героиней вместе увидим, окажется полной неожиданностью. Но все, что там будет происходить, все, что мы увидим, весь этот сюр иногда, он абсолютно в кассу. В такого рода книгах всегда заключен некий философский подтекст. Каждый читатель сформулирует свой вывод. Для меня главным образом эта книга об умении анализировать себя. Все здесь для меня про то, что иногда нужно уметь останавливаться с самим собой наедине в моменте, или даже специально выбирать время, чтобы побыть одному в условиях, ну, если не клаустрофобии, но какого-то закрытого пространства, чтобы между тобой и твоими мыслями ничего другого не было. Ну, может быть, только пустая, или даже пусть полная кружка с кофе. У меня есть возможность прочитать еще две книги Шабновой. И я, пожалуй, это сделаю, как минимум, потому что «Двери открываются» мне показали автора как умелого психолога. И здесь я говорю не про тот академический смысл, здесь я имею в виду умение читать характер, умение читать душу, а также умение транслировать свое понимание читателю. Так что, дорогие мои, я определенно рекомендую эту книгу и назначаю ее в категорию терапевтические фэнтезийные книги. Как вы поняли, не получится у меня в этом выпуске отойти от фэнтези, потому что произведение осталось одно. Выглядит оно вот так. Комикс итальянской художницы, итальянского автора. И вышел двухтомник в издательстве «Кислород». И если я правильно все выхватила из инфополя, то будет еще одна работа этой итальянской художницы, которая называется «Фрэнсис». Эту новую для себя и, возможно, для вас информацию я буду проверять позже. А сейчас все-таки давайте расскажу вам про хлопковые истории про Cotton Tales. В этом комиксе у нас есть несколько центральных персонажей, я бы сказала, такое трио, но сначала мы встречаемся с Николасом. Впервые мы с Николасом встречаемся, когда он очнулся после того, как некоторое время провел без сознания. Николас ничего о себе не помнит, он не помнит близких, кажется, ему, людей, он абсолютно не помнит обстановку, которая его окружает, но зато он видит то, чего, кажется, видеть совершенно не должен. Ну а что бы вы о себе подумали, если бы вы очнулись, а вокруг вас очень много белых милых кроликов, некоторые из которых выглядят весьма и весьма странно, будем честны. Сразу абсолютно становится ясно, что Николасу что-то кто-то недоговаривает. Если вы чувствуете, что вам просто необходимо доколупаться до правды вот прям сразу, ребята, я вас понимаю, у меня были такие же чувства, но Николас совершенно не совпадает характером, например, со мной. Он очень осторожный, очень деликатный, он вообще не привык переть напролом. Иногда у него это получается сделать, и в такие особенно смелые моменты он движет сюжет, он так бустит его немножечко вперед, но в целом, да, придется под повествование подстраиваться, вам никто все тайны прямо сходу на третьей странице не раскроет. И вообще эти самые тайны до поры до времени будут только расти в геометрической прогрессии. Если вас покорила иллюстрация, если вы понимаете, что сеттинг викторианской Англии, такие детективно-мистические истории вам нравятся, я вам советую брать два тома сразу, потому что остановиться после прочтения первого тома и не побежать за вторым практически нереально, но очень хочется узнать, что же там дальше. Если после этой созерцательной вставки вам показалось, что тут есть определенно кэроловские мотивы, есть, вы не ошиблись, но хочу вас успокоить, они проходят, ну, где-то совсем на грани. Напоследок я хочу добавить, что этот комикс немножечко такой рай для шипера, потому что, как таковых, романтических линий здесь вроде бы и нет, но фантазия читателя, мы знаем, неуемная, и каждый здесь найдет для себя свое. Ссылки на хлопковые истории и также на все остальные книги, про которые я здесь говорила, обязательно будут внизу, будьте внимательны. Я также надеюсь, что следующий выпуск прочитанного выйдет не позже, чем через две недели. Скоро с вами встретимся, я вам принесу еще крутых книг. Я сейчас читаю, ну, просто потрясающие истории. И да, давайте, наверное, я буду на этом уже закругляться. Пожелаю вам хороших книг и приятного чтения. С вами была Даша. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok